Наш регион – один из лучших в сфере подготовки волонтёров культуры. Перенимали опыт ребят в проекте арт-коллаборации добровольцев Карелии и представителей из разных городов России. На финальную встречу в рамках проекта приехали специалисты учреждений культуры из Великого Новгорода, Пскова и Калининграда. Большой интерес отчасти объясняется тем, что проект помог решить одну из главных проблем. К сожалению, часть специалистов и часть учреждений сферы культуры, они до конца не понимают, что такое волонтёры, и они видят их как в прекрасных таких вещей, которые стоят и просто в красивой форме или просто что-то делают, не давая им какие-либо осмысленные формы деятельности, например, как помочь подготовить выставку, провести меню экскурсии. Карельский ресурсный центр развития добровольчества сформировал свой подход. Сначала обучить специалистов учреждений и только после этого начинать взаимодействовать с волонтёрами. Новые знания уже помогли участникам многое переосмыслить и роли добровольцев, и свою работу с ними. Скоро квалифицированная помощь волонтёров понадобится Прионежскому районному центру культуры. Именно там в следующем году пройдёт День республики. Это будет очень масштабное мероприятие, рассчитанное на всю республику, считайте. Поэтому будет много очень работы, соответственно, с которой не факт, что будут способны справиться специалисты, работники домов культуры и центров культуры. Поэтому, наверное, мы будем нуждаться в том, чтобы волонтёры помогли нам в организации, подготовке. И хотелось бы грамотно с ними работать. Карельский арт-волонтёры уже имеет неплохой опыт участия в масштабных мероприятиях. Например, ни один фестиваль «Русская Алла-Симфония» без них не обходится. Но в этой сфере есть много задач – и более узких, и более сложных. Это своя специфика, потому что волонтёр в сфере культуры всё-таки должен пройти определённую подготовку под то учреждение, в которое он идёт помогать. То есть библиотека отличается от музея. В музее это более такая ответственная миссия, если мы говорим про работу, помощь в фондах, например. Там волонтёр проходит несколько этапов подготовки. Очистка книг от пыли в библиотечных хранилищах, экскурсионное сопровождение, работа по сохранению культурного наследия, организация фестивалей. Всему этому можно учиться. Иногда учёбу совмещают с практическими занятиями. Участники арт-коллаборации помогли с оформлением помещения, где проходил интенсив. Современное общественное пространство «Артсело» было создано волонтёрами Пряжинского фонда поддержки гражданских инициатив «Мельница». К нам приходят люди с различными предложениями, либо мы обращаемся к людям с различными предложениями, вместе над ними работаем и пытаемся по-всякому реализовать наши проекты. С ребятами, волонтёрами мы сотрудничаем очень давно, они очень активно нам помогают, причём когда у нас появилось это место, ребята были с нами с первых дней. Пространство это сделано людьми и для людей, с тем, чтобы сохранять и развивать культуру Карелии и Пряжинского национального района. Здесь в скором времени появятся ремесленные мастерские, где опытные мастера смогут передать свои знания будущим поколениям. И это тоже не что иное, как культурное добровольчество. Юлия Бараева, Юлия Степанова, Варвара Ермоленко, Служба новостей, Пряжа.